Всем доброго дня или доброй ночи. Сегодня ровно неделя как начались бои в Арцахе, в Нагорном Карабахе. Ну, что я могу сказать? Пока что бои идут, наши обороняются и обороняются, нужно сказать, довольно-таки хорошо. Доблестная армия и их крысы из Ближнего Востока и все, кто им там помогает. Успеха особого-то никакого не достигли. Что-то за ночь берут небольшой населенный пункт. На следующий день этот населенный пункт снова отбирается. Но Азербайджан ликует. Впрочем, нам-то не привыкать. Азербайджан ликует при любых обстоятельствах. И, наверное, хорошо для них. Эта страна создана для ликов. И один из ликов таких – это их президент Ильхам Алиев. И сегодня вот были новости, что последние два дня были довольно-таки особо жесткие, были большие потери у врагов. У нас тоже немало. Цифры от Министерства обороны, конечно, будут выставляться. Я думаю, сейчас пока еще не время. Когда я вышел в эфир, я посмотрел, пока еще не было. Думаю, чуть позже они появятся. Но, конечно, наиболее достоверные цифры обозначаются через сутки. Потому что, сами понимаете, чтобы объявить кого-то погибшим, нужно какое-то время. Далее. Пришло сегодня сообщение, что были замечены по флайт-радару транспортные самолеты из, откуда бы вы думали, Мазары-Шарифа. Поняли, да? Что-то мне это напоминает. Наверняка вам тоже это напоминает. 90-е годы, Афганистан. Вот вся эта братва, как я понял, скапливается на месте. Пакистан, Афганистан. Ну, разве что только в 90-х не было туркоманов. Но тут вот на этот раз еще и туркоманы подоспели. Кстати говоря, я сегодня показывал запись еще 25 сентября, когда еще боев-то не было. И никто, во всяком случае, с нашей стороны не подозревал, что они начнутся. И был сброс такой в социальные сети видеообращения на арабском языке, где солдаты, я не знаю, это ИГИЛ или это туркоманы. Сначала было непонятно. Они держали азербайджанский флаг и говорили о том, что направляются в Азербайджан. Я тогда уже понял, что у них какой-то очень странный арабский. Хотя было подписано, что это арабы. Но арабы так арабы. Хотя мне в это не верилось. Потому что арабский-то, конечно, у них был. Но он не сирийский диалект арабского языка. Больше напоминал иракский. И я был прав, когда я сказал, что, скорее всего, это туркоманы. И те, которые проживают на севере Сирии, вдоль сирийско-турецкой границы и ближе к Ираку. У них как раз-таки тот же диалект, что и в Ираке. Но с этими ладно. А вот не знаю, сплетни это или нет. Мне приходится каждый раз проверять информацию, дай бог, чтобы это были сплетни. Сегодня подоспела еще такая информация, что из братского Азербайджану Минска, в кавычках братского, подоспел самолет с пилотами Белоруссии. Ну вот, если это правда, то, конечно, мне даже и сказать-то нечего. Лукашенко в собственном лукошке. К его голове мне никак не пробраться. Все-таки члену ДКБ, может быть, второй орден пытается отработать. Ну и была такая информация буквально два дня назад, что и Израиль подоспел на помощь. Ну, может быть, это был какой-то прежний заказ, который сейчас был доставлен. В любом случае, давайте попытаемся сегодня разобраться. У нас на связи гражданин Израиля, хорошо нам всем знакомый, Александр Лапшин из Хайфы. Здравствуй, Александр. Здравствуй, Вадим. Ну что же, Саш, неужели эти наши известные диктаторы, пантюркисты, исламские фундаменталисты против одного маленького Нагорного Карабаха, христианского оплота на Востоке? Такая какая-то любопытная компашка получается, что скажешь? Лукашенко снова орден пытается отработать? Или это прежние грешки? Ну, смотри, ровно 47 лет назад, примерно в эти же даты. Просто главный Лукашенко-вет и Алиева-вет. Да, хорошо, что она не оленевод. Примерно в эти же даты, 47 лет назад, с 6 по 24 октября 1973 года, здесь в Израиле тоже была жестокая кровавая война, которая у нас называется «Война судного дня». В Египте она называется просто «Октябрьская война». Это когда Израиль атаковали с двух сторон, Сирия и Египет, при поддержке целого списка стран. И Саудовской Аравии, и Ирака, и Марокко, и Туниса, и даже Куба прислала 3000 солдат. И, как ни странно, воевало 22 самолета от Пакистана. Вот какое интересное совпадение. Казалось бы, где мы, где Пакистан, и где вы, где Пакистан. Что-то есть такое общее. Тут и революционеры, и армисты, и леваки, и фундаменталисты. Да, да. Казалось бы, причем тут Че Гевара. Кстати, Че Гевара побывал в Сирии незадолго до войны «Судного дня». То есть он побывал в конце 60-х годов и занимался тренировкой сирийской армии, чтобы та вывалась израилем. Тот самый Эрнест Че Гевара. Казалось бы, как он вообще связан с панорабизмом, да? И как он связан с Пакистаном? Никакой связи нет. Но я так подозреваю, что некие коррупционные схемы и вовлечения, ну, возвращаясь, я в смысле назад возвращаюсь к проблеме в Карабахе, да, панкюркизм и большие деньги нефтяные, которые, по сути, некуда девать, они творят чудеса. Я не удивлюсь, если скоро подоспеют и алифский, африканский корпус из Конго. Там просто есть большой опыт колониальной войны, да, из бывшей Родезии, то, что Зимбабве. Поэтому все может быть. Другое дело, что... Мавритания поддержала Азербайджан. Ну, Мавритания, это да, это очень важно. Я думаю, полный крах Армении наступит, когда их поддержит Науру или Микронезия. Вот, а если серьезно, я не считаю, что это большая проблема для Армении, вот весь этот сброд, который они туда подтаскивают, да. Во-первых, это люди не очень организованные. По сути, это бандформирование, которые, в общем-то, были разгромлены. То есть, я просто хочу напомнить, что ИГИЛ в значительной степени сегодня уничтожен в Сирии. Ну, по большому счету, в Ираке. То есть, сегодня они представляют из себя бандформирование, который просто нападает на кого-то из засады. То есть, сегодня уже нету единой армии, так называемой ИГИЛовской. То, что было два года назад, этого уже нету. Да, собственно, и в Ираке ситуация уже далеко не та. И в Афганистане, который в основном контролируется американцами, а банды прячутся в горах и устраивают набеги периодически. Ну, захватывая то или иное село и пытаясь там ударить по Кабулу периодически. Плюс, это разные люди с разных стран, имеющие разный военный опыт. Я бы даже сказал, разные направления ислама. То есть, там и шииты, и суниты, и пуштоны, и сирийские арабы, и иракские, и туркоманы. И кого там только нету. Поэтому я не думаю, что весь этот сброд реально собрать в какую-то организованную группу, которая может представлять реальную опасность для армянских сил. Да, есть что-то общее. Я так понял, что Лукашенко наверняка хочет побывать в роли Чекевары. Лукашенко – это просто удивительный человек, на мой взгляд. Ну, начиная еще с того момента, когда он меня взял в заложники и требовал у России отсрочку платежей за ГАЗ, а потом сдал меня Азербайджану якобы за посещение Нагорного Карабаха, сославшись на то, что святее Иисуса Христа, и если Азербайджан прислал запрос, он же не может ему отказать, это же святое. А потом он имел еще, скажем так, наглость приехать в Ереван. Кажется, это было заседание ОДКБ, да, в прошлом году, если я не ошибаюсь. И я помню, я еще тогда подал просьбу в пресс-службу Минармении, чтобы я мог участвовать в пресс-конференции и задать вопросы господину Лукашенко. Ну, вот как-то так совпало, что едва я подал эту просьбу, мне на следующий день перезвонили и сказали, что Лукашенко не будет на пресс-конференции, он улетает. И еще посмеялись, что что ж ты его вспугнул-то, мы хотели с ним поговорить. Но, видимо, до него донесли информацию. Он там сообщил, что... А что бы ты у него спросил? Ну, у меня было несколько вопросов, касающихся того, «Почем сдал меня, батька? Почем картоха?» Да, всегда приятно узнать, сколько ты стоишь, да? Я думаю, что на самом деле очень не хотел увидеть меня среди журналистов, которые будут задавать его вопросы. Да, он не любит каверзные вопросы и личного характера. Скажи, Саш, ты скептически относился к тому, что в Азербайджане могут участвовать протурецкие банды Ближнего Востока. Мнение изменил после того, как об этом стали писать все практически западные ведущие СМИ, ближневосточные СМИ, Рейтер в том числе? Понимаешь, мне, ну, как человек, который здесь служил в армии, и человеку интересующемуся, в том числе военной наукой и историей, мне не кажется логичным, зачем это нужно. То есть, как мы только что говорили, использовать вот этот сброд, ну, иначе как сброд я не могу это назвать. То есть, ты был хорошего мнения об Алиеве? Возможно, я стараюсь мерить людей по таким, как мы, то есть, да, по себе, по тебе, по другим нормальным людям, и, возможно, я переоцениваю их здравый смысл. Но, по большому счету, этот сброд больше вреда наносит самому же Азербайджану, чем угрозу, представляемую Арменией. Ну, например, мы знаем, что, по крайней мере, пишут СМИ, что вот эти банды нападали на местных азербайджанцев в селах, и пришлось называть спецназ, чтобы защитить самих азербайджанцев от помощников из Пакистана, Сирии, ну и прочее. И второе, я считаю, что вот этот сброд, он просто идеальная почва, чтобы внедрить туда, ну, определенную агентуру. Я не знаю, армянскую или агентуру, но внедрить туда людей, которые передают информацию для спецслужб США, России, возможно, Израиля, это просто идеальный вариант. Потому что, когда ты руководишь действующей армией, которую ты контролируешь, которую ты тренируешь на протяжении долгих лет, даже, бы сказал, десятилетий, там создана некая система управления и контроля. Плюс это люди, которые учились в так называемых учебках, а офицеры военных академий. То есть это люди, которым ты можешь доверять. Этому сброду ты доверять не можешь. Ты не знаешь, кто там приехал. И даже если делали какой-то первичный отбор, по принципу, там, я умею стрелять, и вроде как, клянусь Аллахом, там, умру за Ильхама, да, какой-нибудь пуштун готов умереть за Ильхама, которого он даже вчера еще не слышал. Но тем не менее, я просто повторюсь, что против Израиля воевало тоже очень много сброда, и у этого сброда очень много полегло, преимущественно, на голландских высотах. Кстати, Египет их себе не допустил, что интересно. Сброд воевал на стороне Сирии. И Сирия понесла, в общем-то, самый большой ущерб в этой войне и самые большие потери. О как. Это интересно, да, когда из-за личного опыта. И скажи, вот сегодня жители Иерусалима выразили поддержку Армении, но в то же время сам Израиль продолжил вооружать Азербайджан в день судного дня, о котором мы поговорим. И посла Армении даже вызвали в Ереван для консультации. Что происходит? В какую игру играет Израиль, учитывая интересы Турции в регионе, а Турция сейчас не в лучшем свете перед Израилем предстает? Смотри, я бы исходил из того, что Израиль при всех его минусах это все-таки единственная демократическая государство Ближнего Востока. Ну, плюс Ливан в какой-то степени, хотя сейчас я уже насчет Ливана уже не уверен, видя, что там происходит. То есть в Израиле достаточно четко работают законы. Если нет закона, запрещающего поставки оружия в ту или иную страну, нет международных санкций, то Израиль, соответственно, как и любая другая страна, имеет право продавать туда вооружение. Я имею в виду вооружение не химическое, не ядерное, а обычные виды вооружения. То есть тут, понимаешь, получается конфликт между моральной составляющей, морально-этической и законодательной. То есть могут ли власти Израиля запретить израильскому оборонэкспорту продавать оружие в Азербайджан, потому что... Почему? Да? Потому что оно будет использовано против кого-то. Это достаточно сложно, понимаешь? Это должно, ну, видимо, как-то быть пролоббировано проармянскими интересами, которые должны превалировать над азербайджанскими. Ведь, например, если посмотреть, что Россия, к примеру, поставляет оружие и Азербайджану, и Армении, да? Ведь Азербайджану, в пору сказать, почему Россия поставляет оружие в Армению. Ихамалиев некоторое время назад довольно возмущенно на эту тему высказался. И в том числе про Сербию и про ряд других стран. То же самое здесь. Я считаю, что мне как человеку и как личности и с моральной точки зрения то, что происходит, я считаю, что это безумие. Ну, нельзя. Азербайджан – это не та страна, которая, скажем так, можно доверить серьезные виды вооружения. Они наносят удары по армянским населенным пунктам, по мирному населению. Они используют неконвенциональное оружие, которое, кстати, Израиль продал. И я не знаю, почему Армения не поднимает шум насчет, например, кассетных бомб, запрещенных всеми международными конвенциями, которые сейчас использует Азербайджан. Понимаешь, тут еще... Нет, на самом деле много о чем не поднимает шум. Меня это тоже удивляет. То, что отозвали посла, я ни в коем случае не считаю действия МИД Армении неправильными. Я не дипломат и, наверное, не имею морального права давать оценку действия Министерства стран и дел Республики Армения. Но на мой субъективный взгляд, мой личный, я считаю, что решение отозвать посла было, ну, не совсем правильным. Во-первых, посол здесь появился буквально две недели назад. До этого не было вообще посольства Армении и Израиля. Его не было никогда. Оно только что появилось. Едва они появились в стране, где не проводилась абсолютно никакая проармянская работа, где посол еще не успел встретиться вообще практически ни с кем. То есть он в Израиль успел прилететь, арендовать офис, грубо говоря, сесть за стол за рабочий и все. По большому счету все. И да, то есть встретиться с местной армянской общиной, причем встретился с одной общиной, не встретился с другой общиной, но это все местные, скажем так, армянские разборки межобщинные, но по большому счету посла Армении в Израиль никто не знает. Он не встречался, насколько я знаю, ни с какими-то политиками, ни с министрами. Я не знаю, даже вручил ли он грамоты президенту Израиля. Я не уверен, я не знаю, я об этом не слышал, об этом никогда не писали. И, соответственно, человек приехал, по большому счету ничего не сделал и уехал. Единственное, что знают израильтяне о работе посольства Армении в Израиле, это то, что отозвали посла. Больше посольство ничем себя не проявило. То есть сначала израильтяне не знали, что оно вообще тут есть, а теперь во всех СМИ написали, что оказывается оно было, но уехало. Я не думаю, что это правильно. Я понимаю, что Армения хотела сделать некий демарш, и вот этим демаршам показали. Здесь есть такая оговорочка, вызвали на консультацию. Это ненадолго. Я понимаю, это показатель недовольства Армении поставками оружия в Азербайджан. Это известный дипломатический ход, общепринятый. Но я считаю, что прежде чем идти на этот ход, надо сначала создать себе вес и дипломатический, и фактический, а потом уже это использовать. Понимаешь? То есть подойти к незнакомому человеку и сказать, я на тебя обиделся, я ухожу, но человек скажет, ну, как говорится, ну и до свидания. И другое дело, когда проведена какая-то работа, и на тебя смотрят совсем по-другому. Ну, я опять же повторюсь, что наверняка МИД Армении лучше меня знает ситуацию и принял единственно правильное решение. Но не я один так считаю. Например, местные армяне, местные армянские общины в Израиле, они со мной полностью согласны, что надо было не бросать все и уезжать, а надо было работать. Работать с утра до вечера, проводя встречи, лоббируя интересы, находя себе союзников. А теперь реакция МИД Израиля была, ну, под стать действием посла. То есть посла никто не знал, он уехал. Ну, также и МИД Израиля ответил, ну, нам жаль, что он уехал. И все, все забыли. Скажи, тебе не кажется позиция России какая-то такая пассивная? С чем это может быть связано? Ну, я грубо скажу. Мне кажется, Россия сейчас воспитывает новую Армению. Воспитывает жестоко, воспитывает кнутом, без пряника. Армения сейчас оказалась в ситуации, что очень сильно зависит от России. То есть мы прекрасно понимаем, что Армения будет сражаться до конца. Но силы не равны. И заметь, сама. Да, 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 да. Абсолютно один с этими головами разными из старого. Да, да, да. То есть на стороне армян очень много старого советского оружия, но при этом решимость умереть за родину. А на стороне Азербайджана самое современное вооружение, неорганизованная армия с кучей дезертиров, армия, чей генералитет выкошен буквально Алиевым в последние годы, то есть там убрали из армии всех, кто Алиеву представлял хоть какую-то опасность. То есть они убрали лучших азербайджанских офицеров из армии, то есть там выкосили, как при Сталине в 37-м году. Это хорошо для Армении, да, не для азербайджанской армии. Плюс понаглавили всякий сброд, и плюс есть Турция, которая их готова поддерживать до определенной степени, естественно. Поэтому я считаю, что с учетом того, что как мы перевели плюсы и минусы, то силы примерно равны, потому что организованное меньшинство всегда берет верх над неорганизованным бардачным большинством. Но с другой стороны тоже надо понимать, что как Армения сейчас, так и Израиль в 73-м году в какой-то момент просто ощутили банальную нехватку боеприпасов. И примерно на 10-й день войны судного дня, когда Израиль уже положил 2,5 тысячи солдат, почти 10 тысяч раненых, при том, что даже арабы несли потери там в 3-5 раз больше, но тем не менее, там была выставлена практически миллионная арабская армия против 2,5 миллионного Израиля. То есть очень сильно с Арменией совпадает. Тогда американцы открыли авиамост и стали поставлять в Израиль все необходимые вооружения. На 10-й день, когда уже буквально, как я читал потом воспоминания Голдемейр, помнишь ее знаменитые слова, когда она сказала, что у нас ядерного оружия нет, но мы его используем, если у нас не будет другого выбора. В этот момент начались поставки американского оружия. И в последующую неделю войну завершили победой. Я полагаю, что сейчас Россия просто испытывает Армению на прочности, дает Армении понять, что без нас вы никто и имя вам никак. Это очень обидно, это неприятно, это унизительно. Но будем смотреть, что будет дальше. В крайнем случае, я считаю, что если ситуация зайдет в тупик и азербайджанцы вдруг начнут продвигаться вперед, ну, видимо, придется в какой-то мере пойти на встречу России. Армении пойти на встречу России. Я думаю, да, как и Израилю, пришлось пойти на встречу США и взамен на американскую помощь, пообещая в итоге прийти к мирному соглашению с Египтом и отойти от Суэцкого канала. Так, ну, если Израиль отошел от Суэцкого канала, тогда что ж, придется и Армении отойти от Карабаха? Ты же понимаешь, что это невозможно для Армении? Я считаю, что, смотри, по итогам войны судного дня, первое, что сделал Израиль, победив в этой войне, Израиль отошел от своих старых позиций. То есть, раньше граница проходила как раз по Суэцкому каналу. Суэцкий канал был целиком парализован, и парализованный Суэцкий канал, он наносил колоссальный экономический вред интересам и Европы, и США. То есть, надо было отправлять все суда, все танкеры вокруг Африки мимо Кейптауна. То есть, это занимало на неделю больше времени. Обратились в Африку всего недели, а я в чем думал больше? Сколько знаю, примерно неделя. Но это очень много, это сильно повышало транспортные расходы. Плюс поставки нефти из стран Берсидского залива, потому что из-за этой войны были заблокированы нефтепроводы, и нефть отправляли танкерами. То есть, США были заинтересованы в том, чтобы Суэцкий канал открылся. И Израиль, по большому счету, получил оружие от Америки взамен на заверение, что когда все закончится, то Израиль позволит открыть Суэцкий канал. Собственно, это и произошло. Впоследствии, конечно, Израиль заключил мирный договор с Египтом, по которому целиком вернул Синай. Но тут есть интересный нюанс. Скажем так, Синай никогда и не принадлежал Израилю, по большому счету. Там, ну, если евреи жили, то это было в глубоко-глубоко античные библейские времена. И по большому счету, Израиль никогда и не называл Синай своей территорией. То есть, его захватили в 67-м году исключительно как защитный плацдарм перед возможным падением Египта. И никто никогда не считал Синай частью израильской территории. Чего не сказать о Карабахе, который, в общем-то, является исторической армянской землей. Ну, конечно. То есть, мы можем, например, говорить о том, что, возможно, город Агдам и некая вот часть равнинного Карабаха, возможно, там действительно жило много азербайджанцев. Я имею в виду советские времена, а Армения в основном жила в гористых районах. То есть, если Армения выйдет к тому, что война будет прекращена и начнется потом торг, то, возможно, придется пойти на какие-то минимальные уступки, но с заключением некоего мирного договора с Азербайджаном в конечном итоге. Потому что я не думаю, что подобная война может повториться, например, через 10 лет, потому что это никому не выгодно, кроме Турции и Азербайджана. И второй момент. Мне кажется, сейчас Армении нужно, как и Израилю, бросить все усилия, все возможные усилия, для того, чтобы захватить новые территории и новые стратегические плацдармы, которые, например, возьмут под контроль трубопровод Бакут-Белиси-Джейхан, который, кстати, от села Талыш, проходит буквально в 15-17 километрах, которая ведет Белиси, и главная автодорога. И там же, примерно километрах 100, туда находится Медженевирская по сути, это хребет. То есть, если Армения перебьет им этот хребет, причем Армении не обязательно все это уничтожать. Если на момент заключения перемирия, которое будет, наверное, навязано Россией, Европой, или Штатами, или всеми вместе, если в этот момент армянские войска выйдут вот на вот эту вот линию, где проходят как раз и трубопроводы, дороги, железные дороги, то есть все артерии Азербайджана экономические, инфраструктурные, то есть это хорошая позиция, с которой можно вести торг о мирных переговорах. Естественно, Армения потом отойдет с этих позиций, как и Израиль отошел от Советского канала. По большому счету Армении это и не нужно. Это средство давления на Азербайджан. Если в результате там будут, например, размещены какие-то миротворцы, как в Абхазии, либо какие-то голубые каски ООН, возможно, это не худший вариант. Потому что, например, на границе Израиля и Египта, вот на Синае до сих пор размещено несколько сотен наблюдателей ООН. Они есть на голландских высотах на границе Сирии. И они расположены вдоль всей границы между Израилем и Ливаном. И в этом, я считаю, нет ничего зазорного. Скажи, Саш, а вы сталкивались с фейковой информацией? Вообще арабы вели, помимо на поле брони, еще какую-то информационную войну? Потому что Азербайджан, он научен так, что порой даже до смешного доходит. Штандарты вот эти армянские показывают, якобы штаб они захватили. Ну, сам понимаешь, флаг можно где угодно шить, я не знаю, и показать, вот он у меня в руках, мы из штаба только вот вышли. Там Степанакерт захватили, Мартуни, Мартакерт и так далее. Вот вы с этим сталкивались или нет? Смотри, у нас тут другая ситуация. Как бы израильтяне и арабы, они как будто бы находятся на разных планетах. То есть, мы практически не читаем и не слушаем, что пишут и что показывают арабы. У вас немножко другая ситуация. И Азербайджан, и Армения, это все-таки бывший СССР. Вас связывает и русский язык, и какие-то общие все-таки общие истории, какие-то общие ценности. То есть, вы можете друг друга читать, друг друга цитировать, и друг над другом смеяться. Мы себе такое счастье позволить не можем. Потому что, во-первых, 95% израильтян, евреев, они не знают абсолютно арабский язык, да, в общем-то, он им и не интересен. И лезть, например, в арабские СМИ или в арабский интернет-комьюнити и читать, что там пишут про Израиль, просто никому не интересно. Ну, это ладно, я такой, который везде лезет, всем интересуется. Но других таких в своем окружении я не знаю просто. Это никому не интересно. То есть, каким-то образом проводить дезинформацию среди израильтян очень сложно, потому что израильтянам грубоко наплевать, что про них пишут арабы, да. То есть, мы, ну, израильтяне, читают собственные шансы. Это то, о чем я и говорю в своем паблике и своей публике. Да, то есть, израильтяне читают собственные СМИ, которые, кстати, достаточно независимы. И, в общем-то, у меня нет причин сомневаться в правдивости какой-то военной информации, которую публикуют наши СМИ. То есть, никто не скрывает наши потери, никто не скрывает и не преувеличивает вред, нанесенный противнику. Все, как бы, достаточно взвешенно. Ну, если ты хочешь уже, так сказать, на 100% убедиться, что то, что ты считаешь, ты идешь там на BBC, на CNN. В том, что израильтяне не интересуются арабской дезинформацией, просто потому, что она им вообще не интересна от слова никак. То есть, на нас, чтобы арабы не писали, до нас это даже не доходит. То есть, есть какие-то СМИ, которые изъедут некоторые арабские страны на иврите. Но, честно говоря, они настолько никому неизвестны, не популярны и настолько низкого качества и на плохом иврите, что никому это не интересно. То есть, я знаю, что Иран, например, ведет какую-то передачу на иврите, но, честно говоря, сколько я ни старался, я так и не понял, где я могу ее посмотреть. Ну, а если даже я не понял, ну, те, кто неинтересно, они даже искать не будут. Вот. А армянским жителям, армянской диаспоре и жителям Армении, наверное, просто стоит вот просто взять и отрезать от себя все то. А ты в курсе вообще, что они пишут? Ты следишь за новостями из Азербайджана? Я иногда смотрю, я слежу за новостями, например, я знаю, что сегодня Ильхам Алиев, Ильхам Алиев захватил, сам лично, наверное, захватил, он же у нас Рэмбо, он, я вот сейчас цитирую азербайджанские новости, сайт хакин.аз, значит, Ильхам Алиев переименовал освобожденный им, освобожденный Мадагис в Сугову-Шану. Так, новость такая, азербайджан... А? Почему не Гейдар Алиев? Очень странно. Да, странно, я считаю, что это преступление против Родины и правительства. Вообще, у меня есть такое чувство, что Ильхам Алиев, его держат в президентском дворце в полной изоляции, и ему отключили интернет. Ну, он просто сам не понимает, что происходит. Мне кажется, это очень некорректно в отношении главы государства так себя вести. Я помню, как-то Ельцина эвакуировали в Сочи или в Крым, куда его, да, и он вообще несколько дней не знал, что происходит в Москве. Такое впечатление, что Ильхама Алиева изолировали от общества. И вот сегодня я читаю сортир Times, пардон, Hakin.as, я их люблю читать, вот все эти Hakin.as, Minval.as, там пишут прекрасные вещи. И вот они пишут, что захватили село, переименовали. На самом деле я немножко забеспокоился, просто дело в том, что, ну, если сам президент говорит, что он захватил и переименовал, ну, не дай бог люди в беде, я решил позвонить, потому что в селе Толыш, например, я знаю пару семей, и у меня вот в WhatsApp есть телефон. Я звоню туда и спрашиваю, а как бы вот дорога в село Толыш ведет через как раз вот этот Мадагиз, там единственная дорога. Я говорю, вы как? А там такой бодрый голос отвечает, ну, нормально, у меня спрашивают, как у вас в Израиле дела, как погода? Я, честно говоря, немножко удивился. Я говорю, у нас, слава богу, да, у вас как? Вы, типа, уже что, в Азербайджане живете и сугавашаном называетесь? Он говорит, ну, слушай, мы люди простые, мы азербайджанские не до СМИ не читаем, но они говорят, на самом деле, естественно, никто нас не захватывал. Естественно, положение было тяжелое, а первый день два. То есть азербайджанцы практически вошли в село. Много домов повреждено. Это было в первый день или во второй. Потом их отбросили на прежнюю линию границы. Сейчас они находятся на тех позициях, на которых были 27 сентября. То же самое касается села Мадагиз. То есть они говорят, какой-то абсурд, никаких азербайджанцев там нет. И по большому счету, в общем-то, их там и не было никогда. И, в общем, я даже не знаю, как эту информацию воспринимать, если честно. Второй момент, который я тоже вычитал в «Гальюн Таймс». Это уже другая газета «Гальюн Таймс», да? Так. Значит, они пишут, что Армения за время боев потеряла 230 танков. Мне показалось, что это большого успеха Азербайджана, потому что, если верить Википедии и ряду международных изданий, посвященных милитаре, то написано, что у Армении от 250 до 300 танков. Где-то было написано, что 320. То есть, предполагается, что у Армении осталось от 20 до примерно 100 танков. То есть, больше нет все. Поэтому, в следующие дни, то есть, завтра-послезавтра, будем следить за руками Шулера. То есть, если мы увидим, что у Армении уничтожено больше, чем 70 танков, а больше их быть и не должно, то, значит, Шулера поймали за его хитрую мохнатую ручонку. По убитым, что говорят? По убитым они пишут, о, по убитым это просто великолепно. Я очень люблю читать Сортир Таймс по поводу погибших армянских солдат. Значит, они пишут, от 3 до 5 тысяч армянских солдат погибло. А в одном азербайджанском СМИ, то ли агрегатор точка АЗ, то ли что-то такое, было написано, что 20 тысяч убитых армян. И мне показалось, что это круто. То есть, в Карабахе армии не осталось. Они все погибли, нет ни одного. Потому что, если верить Википедии, как раз 20 тысяч солдат состоят на службе в армии Нагорного Карабаха. Но, если вспомнить войну между Израилем и Египтом, когда египтяне написали, что сбили тысячу израильских самолетов, при том, что у Израиля их было всего 560, то я считаю, что Азербайджан движется в правильном направлении. Да, я понял. Ну, в принципе, с этим всем я тоже сталкиваюсь и уже 7 лет. И все, о чем я говорил все эти годы и про 90-е, и про то, что Армения как была одна в той войне, так и осталась одна в этой войне. И сейчас, как говорится, сын за отца. Вот, сыновья их воюют за тех, грубо говоря, просравших ту войну, где помогали, помогали, да не помогли. И очень хочется верить и надеяться, что на этот раз будет тоже точно так же, и я думаю, что именно так же и будет. И у нас сейчас к нам еще присоединяется из Израиля Александр Листенгорд, тоже очень хорошо знаком всему армянскому сегменту, насколько я знаю, потому что, как не зайдешь в YouTube, его почему-то все обсуждают. Думаю, один я, наверное, остался, который до сих пор еще не обсудил. Вот мы сейчас три русских парня, два Александра, один Вадим. Здравствуй, Александр. Добрый вечер. Я, правда, передаю привет из Москвы. Я живу в Москве, собственно, просто у меня номер израильский на WhatsApp, наверное, поэтому такое впечатление. Ну, я почему-то вижу у тебя включение в YouTube именно из Израиля постоянно. Может, так совпадает? Ну, хорошее совпадение, но передаю привет из Москвы. Да. Давай я буду тогда называть одного Сашей, второго Александром, чтобы вы понимали. Вот тот помладше будет Александром, а постарше будет Сашей, как и был, чтобы не путались. Вот такой вопрос. Недавно у вас, Саши, возникли какие-то такие недопонимания по поводу переброски оружия в Азербайджан и судного дня. вот давайте вот здесь и сейчас втроем обсудим, что имел в виду Саша и как воспринял это Александр, где вы не поняли, где пересеклись. Ну, тебе, конечно, сейчас вопрос, Александр. Да, я, пожалуй, начну. Собственно, я старался в своих публикациях каких-то абсолютно не лезть в эти темы, потому что считаю, что на данный момент невозможно как-то на это все влиять, продажи оружия. Это просто, когда я, например, писал стихи на армянском и выкладывал их в поддержку там карабахских солдат, солдат Арцаха, где-то обязательно всплывет комментарий от армян, что вот, а вот, как такая ябеда, вот Израиль продает оружие Азербайджану. Вот, любим, но вот продают. То есть, понятно, что вещи абсолютно разные, и люди, как правило, разделяют политику, народную дипломатию, вот, но чисто психологически было некомфортно. И потом был вот этот пост, который, насколько я помню, Александр репостнул от Бронфмана, да, от депутата, бывшего депутата Кнесета, который написал, что даже в судный день, типа, Израиль, собственно, приземляются азербайджанские самолеты в аэропорту Уф-Давы, в Израиле, и снабжаются оружием. Но когда я прочитал на иврите этот, из твиттера, отрывок, там не было указано, что это было именно в судный день, более того, было написано КНР-Э, то есть, кажется оружием. То есть, ну, по сути, здесь можно было повернуть эту новость по-разному. Можно было бы повернуть, что Израиль вот настолько обнаглел, что в самый святой день для евреев, когда раз в году, всего раз в год, никто ничего не делает, не работает, и транспорт ходит, только тот, который, собственно, жизненно важный. Даже в этот день Израиль продает оружие Азербайджану, зная о том, как оно потом будет использоваться. Ну, или не знаю, это другой вопрос. повернуть так, что вроде как мы ни при чем, мы не знаем, что происходит, как бы за это надо закрыть глаза. Ну, собственно, я и дал интервью маленькой очень одному Гала ТВ, армянскому телеканалу, где постарался Израиль немножко защитить, потому что очень много было репостов, вот эта информация, которую Александр репостнул до этого, ну, как бы, просто невозможно было сочетать одновременно поддержку армян, со стороны Израиля еврейского, ну, я как представляю в данном случае еврейский народ в каком-то маленьком проценте, да, и в то же время поддержку Израилем и Азербайджана. Вот, поэтому хотелось бы хотя бы выделить, что, ну, хотя бы в этот святой день это не происходило, и, собственно, отсюда и возник спор, потому что на основе, я говорю, оригинальной публикации, я там не увидел намека ни на то, что это было именно в Йом-Кипур сделано в судный день, ни то, что это стопроцентно вооружение, это просто неизвестно. Это вопрос, может быть, так и было, но, как бы, я бы не хотел, чтобы информация настолько передавалась. А вот сейчас прольет свет как раз, Саша, что это было на самом деле и когда. Просто в соцсетях и так, как бы, вы сами знаете, в утром одно пишут, вечером уже опровергают. Это очень опасная штука, но вот тут очень яркий пример, насколько легко можно повернуть в какое-то русло, и все, и на следующий день весь интернет будет полным, поэтому тут надо быть осторожным. Я буду благодарен за комментарий. Саш, ну, защищай Израиль или опровергай. Ну, во-первых, мы все знаем, что Израиль вставляет вооружение Азербайджану, ну, как бы, это не секрет. То есть, если суть спора состоит в том, значит, я, наверное, поясню армянским зрителям, которые не в курсе, что такое судный день. Значит, судный день это не целый день, да, судный день начинается в определенное время. Он в данном случае начался 27 сентября в 17.51. То есть, соответственно, в 17.50 продавать оружие Азербайджану можно, а в 17.51 нельзя. То есть, по сути, суть спора заключается в том, убиваем армян в 17.51, значит, плохо, а в 17.50 убивать армян можно. То есть, в общем-то, разговор вот об этом. Потом Роман Бронхман, он прокомментировал, но я написал про 17.30, поэтому Лапшин не прав. Он написал, значит, уже позже, в 17.51, а это уже судный день. То есть, тут два фактора. Во-первых, естественно, я видел, когда Роман Бронхман написал статью. Я считаю, абсолютно неважно, когда смертоносное оружие идет убивать армян в 17.51 или в 17.30, это не имеет значения, потому что оно убивает точно так же, и кровь течет одинаково, что 20 минут назад, что сейчас. Второй момент. Я понял и другое, что для того, чтобы эту тему раскрутить, а мне ее удалось раскрутить, потому что сейчас все СМИ Израиля, и идет охрана, и Маариев, все они уже намного больше меня продвинулись, они узнали, что были рейсы и 24-го, и 25-го, и, кстати, сегодня были рейсы, вот сегодня вечером опять самолеты улетели в Азербайджан, то есть это идет практически каждый день. Но чтобы эту тему раскрутить, надо было наступить на больную для евреев тему, которая называется Судный день, потому что, если бы я не упомянул слово Судный день, израильское общество бы этим не заинтересовалось. Да плевать им на армян, по большому счету. Деньги платят это азербайджанцы, слава богу. Но когда я наступил на Судный день, это просто подняло шум, и это вышло во все СМИ, раскрутился скандал, и я надеюсь, скандал приведет к тому, что поставки будут со временем ограничены. То есть, скажем так, в какой-то мере я это сделал специально, потому что я на самом деле не считаю, что убивать армян в 17.30 хорошо, а в 17.50 плохо. Но зная, что это больная тема для евреев, я на эту тему надавил. И, как мы видим, был получен результат необходимый. Скажем так, еврейская хитрость против евреев. Вопрос закрыт, да? Честно говоря, да, я рад, что у нас есть возможность вот так вот сесть поговорить, потому что без этого было бы иначе. Скажем так, теперь это более прозрачно, да, и я, собственно, в интервью тоже там заявил, что, конечно, если это было днем ранее или днем позже, конечно, это не отменяет того факта, что происходит вот эта вот античеловеческая, антигуманитарная торговля. Это не отменяет. Но хотя бы хоть каплю пролить свет на то, что хотя бы в священный праздник, что евреи не настолько сегодня безнравственны, чтобы это делать. Вот. Но сейчас я понимаю, что в какой-то степени это был шаг, конечно, верный в таком случае. То есть это такая вот... То есть надо было раскрутить эту тему. Да. Если разница в 20 минутах, то я считаю, что надо на это махнуть рукой. Ну, прекрасно. Потом, кстати, я давал интервью для израильских СМИ, давал комментарии, и они тоже мне говорили, но ведь это было ведь в 17.30, а не в 17.51. Я говорил, ребята, вы вдумайтесь, что вы говорите, какая разница, во сколько это было. И, в общем-то, они сказали, ну, да, 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 да. В общем, поняли. И сейчас израильские СМИ уже, в общем-то, даже и не говорят про это 17.51 или 17.30. Речь идет о том, что надо прекратить поставки оружия в Азербайзан. Я всегда хотел у тебя спросить, Александр. Я слышал, что ты говоришь на армянском языке. Зачем тебе армянский? В принципе, очень частый вопрос, на который я каждый раз встречаю по-разному. На самом деле, все началось с того, что я поступил в ИНЯС, в Мариса Тореза, в Московский лингвистический университет, а он является главным вузом страны по языкам СНГ. Я учился на журналистов международника, и мне, можно сказать, достался выбор изучать армянский язык. То есть, кто-то учит другие года, киргизский, азербайджанский, казахский. Вот у нас рядом казахский центр и азербайджанский. Причем, там свои были приколы, что у азербайджанского центра новейшие ноутбуки, они ездили в Баку каждые полгода, у армянского центра не было ничего. То есть, это чисто какая-то духовная связь, и там все шутили. И потом, я когда в МИДе работал три месяца, кстати, в МИДе тоже был прикол, когда в МИДе узнали, что у меня свободный литературно-армянский язык, в тот же день меня отправили в отдел Азербайджан. Это российский МИД. По-моему, это описывает абсолютно российский МИД сегодняшний. То есть, человек с армянским идет в отдел Азербайджана. И все. А что ему там делать в отделе Азербайджана? Ничего не делать. Я думаю, в этом как бы был замысел. Чтобы ничего никто не делал. Вот я думаю, в этом и есть смысл. Но это чуть другая история. Вот. Да, и когда я увидел эти буквы, когда я стал слушать музыку... Я ничего, мало чего знал об Армении, хотя мой дед, он жил, правда, в Штатах, но он всегда отзывался с большим теплом о грузинах, об армянах, в общем, о народах Кавказа, Южного Кавказа, Северного. То есть, у меня с детства было какое-то нормальное отношение к этому, но вот армянский язык меня буквально вдохновил и стал таким триггером. После армянского я выучил еще несколько языков, в том числе и турецкий. Я пожил в Турцию, потом, да, я специально поехал после посольства в Армении, после практики в посольство в Турцию, потому что понимал, что если я хочу быть хорошим специалистом, я должен знать регион с двух сторон. Я понимал, как мыслят армяне, я хотел узнать, как мыслят турки, я хотел понимать, чем живет этот народ. Я объездил все западные побережья Турции, Измирес, Кишахир, Марморис, все остальное. Вот, то есть, в Турции я жил, получается, почти три месяца, а в Армении я был всего две недели, и в Арцахе тоже был какое-то время. Это то, о чем я вчера говорил буквально с моими друзьями из Еревана, что Еревану не хватает специалистов по азербайджанскому языку. Причем, нужны не просто знающие, хорошо знающие и пеглоговорящие на азербайджанском языке, но чтобы могли еще побывать в шкуре азербайджанца, то есть, думать, как азербайджанец, чувствовать себя. И вот мы остановились на том, что, как вся эта канитель закончится, возьмемся за это дело. Это, я бы сказал, это необходимо, то есть, чтобы быть хорошим дипломатом, быть хорошим журналистом, ты обязан знать язык соседа, и более того, знать, вот хорошее слово в армянском языке мотоцелла керп, то есть, образ мышления, менталитет, это ты обязан, чтобы быть хорошим социалистом. Сегодняшняя, собственно, дипломатия показывает, почему страдает качество журналистики и дипломатии, потому что люди этого не делают. То есть, вот в том же миде я видел, как люди, которые 30 лет работали в Португалии, вдруг их посылают в Баку. Они вообще не имеют понятия, что это за народ, что это за люди, но они там просто сидят и работают. То есть, так не делается продвижение. Это просто занимает позицию, но никаких продвижений так нельзя делать. Вот, по поводу армянского. И я начал, мне очень повезло с педагогом, Розанна Акоповна, она из Ахалкалакских армян, из Джавахка, грузинская армянка. Она гениальный лингвист, она знает все диалекты армянского и написала свой, пишет свой учебник. То есть, в Москве она, наверное, лучший преподаватель. Ну, может быть, даже и в России, я думаю. Стала активно изучать армянский, слушать песни. Потом поехал в 2014 году в Ереван самостоятельно на майские праздники. Я говорю, те, кто учили азербайджанский, они на нем не говорили, но были уже раз 20 в Азербайджане. Я поехал первый раз только через 4 года, как начал учить армянский. Приехал в Ереван, понял, что на моем Гаракан-Хайрен литературном армянском никто там не говорит. Там ереванский армянский. Потом встретил и дживанцев, ленинаканцев. Понял, что у них вообще свой армянский. Потом в Карабахе это вообще космический какой-то язык. Ну, собственно, у меня возникла какая-то очень духовная связь и я почему-то вот Армению и Израиль я ставлю между ними знак равенства именно в духовном ощущении для себя. По мне, так это две какие-то земли обетованные. Вот армянская и израильская земля. Вот лично для меня. Александр, скажи, ну вот ты уже знаком с армянским языком, знаешь русский язык и как бы в принципе где-то можешь понимать и азербайджанцев. так как ты изучаешь турецкий язык. Объясни сейчас всем, кто нас смотрит, особенно людям азербайджанской национальности. Их мучает один единственный главный вопрос. Армяне и хаи это разные народы? Нет. Конечно нет. Ну вот объясни тогда почему нет. Потому что мне уже надоело объяснять. А собственно в чем здесь вопрос, если хай это самоназвание армянского народа на армянском языке. Ну то есть здесь нету, ну как допустим евреи это ягуди, на азербайджанском ягуди, там джегуд в Грузии говорят, хэбру там французы говорят, то есть про евреев есть два корня, либо ебр, хибрю, эбраич на немецком, либо как бы иуда, да, ягуд, джегуд, ягуди и так далее. Точно так же у армян есть самоназвание. Ирон, Баку, вы нас слышите, это говорит не армянин, хаи и армяне это разные, ой, тут и оговорка попрыгла, надо осторожно. Хаи и армяне это один народ, как и мадьяры и венгры, как и суоми и финны, как и алиманы и немцы, да, у каждого народа есть свое самоназвание, да, вот у евреев и так далее. Даже слово еврей, это же от евритского лаавор, лаавор на еврите это перейти, еврей тот, кто перешел через реку, да, из Вавилона в Эрцесраэль. Собственно, я считаю, это очень интересная тема, можно по самоназванию народа даже прийти к его корням, на самом деле. Александр, так как ты занимаешься лингвистикой, а я сам большой любитель лингвистики и люблю копаться в словах, в предложениях, в выражениях и очень давно этим занимаюсь, мы с тобой, как только настанут мирные времена, сделаем отдельный выпуск именно касаемо лингвистики. С удовольствием. Хорошо. А сегодня мы пока вот встретились буквально, вот несколько было вопросов Саши и несколько вопросов тебе. Вот твое видение всей этой ситуации, всего этого конфликта, как ты видишь окончание всего того, что сейчас происходит? Мое видение, возможно, несколько отличается от общего, но я надеюсь, мне сделают скидку, как представителю юного все-таки поколения и того поколения, на ком, как бы это громко ни звучало, лежит, возможно, в будущем решение таких вопросов, потому что они не были решены до сих пор. Я защищал диплом на тему сравнения освещения в СМИ армяно-азербайджанского и арабо-израильского конфликта. То есть я брал СМИ Армении, СМИ Азербайджана, СМИ арабские и СМИ израильские и смотрел, как журналисты пишут о конфликте, пытаясь доказать, что 50% конфликта, даже не 50%, но там вышло 70% с чем-то, это СМИ. Это СМИ устраивают это все. У меня есть в Москве прекрасные друзья-азербайджанцы, ну то, что у меня огромное количество друзей-армян, само собой, образованные, умные, молодые, красивые азербайджанцы-армяне. Вот я верю, что когда настанет день, когда юные ребята, неангажированные, выросшие уже вот сейчас вот в новой России, в новой Армении, независимой, в новом Азербайджане, найдут в себе время и смело сесть за ствол переговоров, причем вдвоем, не нужно третьей стороны, я считаю, здесь армянам абсолютно бесполезно рассчитывать на все эти ОДКБ, на все эти ООН. Израиль, премьер Израиля, ООН всегда голосует против, против ни одной страны нет столько резолюции по праву, как против Израиля. Израиль давно наплевал на все эти рекомендации, советы, и благодаря этому стал сильной независимой державой, я считаю. Такой же путь и лежит и у Армении. Она не должна смотреть ни на кого абсолютно. Конечно, в силу недостатка ресурсов, в первую очередь людских ресурсов, мало просто народа. Это трудно, но тем не менее настало то время, и сейчас это хороший показатель, кто сейчас с Арменией, а кто нет. Армения может рассчитывать только на себя, как Израиль в данном случае, в окружении недоброжелателей. Ну и в политике вообще известно, что вдруг в политике это явление временное, то есть тут рассчитывать нельзя. Поэтому я считаю, что на поколение моем, может быть, следующем поколении уже там лежит огромная ответственность и решить конфликт могут только собственно юные азербайджанцы и армяне. Вот я лично знаю таких ребят и с той и с другой стороны. Я знаю, что они желают мира в регионе, они не желают мира одной из сторон. Мы берем матерей Азербайджана и матерей Армении. Мы берем, что они рожали солдат не для войны, они рожали детей, девочек, мальчиков для себя, для счастливой жизни. Здесь как бы стираются границы. Поэтому вот нужно брать вот этот акцент. Я раньше тоже, может быть, когда еще учился в университете, я был немного идеалистом, я верил, что вот есть там правая сторона, это правая сторона и так далее. Но потом смотришь, я еще после службы в армии обороны Израиля, буквально год как отслужил добровольно в израильской армии, вот тогда я понял, что все эти армии, все эти войны, тут нужно подходить в более человеческой точки зрения. Вот тогда будет путь какого-то решения. Вот. Ну а Армении могу пожелать только мира, потому что для меня это реально святая земля. Когда я был в Армении, ездил по ней, у меня там были слезы такие же, какие были в Израиле абсолютно. То есть я чувствую тягу внутреннюю к этому народу, к этой земле, очень уважаю. Я играю в армии. Все что? Даже играешь на дудуке. На дудуке играю, да, это все связано. То есть у меня вот так получилось какое-то пробуждение такое. Не знаю, кто-то шучит, что я в прошлой жизни был армянином, не знаю, по моим данным я французом был, но это уже другой вопрос, не знаю. В общем, хочется мира Армении пожелать, но я желаю мира ориентированного. Она у тебя стандартная, наверное, как и у всех в принципе нормальных людей, здравомыслящих. Абсолютно. Абсолютно. Иначе и быть не может. Хорошо, друзья, мы сегодня очень много поговорили и без тебя еще, Александр, но дело в том, что мы с Сашей и до этого встречались, мы с ним встречались в Ереване, еще встретимся и с тобой тоже встретимся. Вот как настанет мир, мы обязательно затронем тему лингвистики, потому что это действительно очень интересная тема. Мы как-то о ней говорили с одним армянским лингвистом, было очень много просмотров, и я так понял, что нужно иногда к таким темам возвращаться, потому что не всегда информационная война это позитив, посмеяться, иногда хочется подумать и поумничать, скажем так. тому спасибо сегодняшним нашим гостям, ну, а я снова вернусь в эфир буквально на этой неделе, потому что новости приходят буквально с каждой минуты, и далеко, надолго отлучаться, разумеется, я не могу. Правда, как я уже говорил, с небольшой оговоркой, темы у нас сейчас будут немного другие, новости с полей. Всего вам доброго, до свидания, до встречи на этой же неделе. Субтитры сделал DimaTorzok